Глаза этих мам и детей полны надежды. В отделение онкогематологии Ожской детской межобластной больницы попадают, когда силы на излёте. О своём диагнозе многие узнают внезапно, сражаются с болезнью долго и изо всех сил. Эти дети, от которых ни на шаг не отходят мамы и бабушки, рады любому вниманию всему, что хоть на время поможет забыть о страшном диагнозе и подарит хорошее настроение вместе с ним и надежду. «Крылья добра» – так называется праздник, который подарил маленьким пациентам Ожской детской онкогематологии и общественный благотворительный фонд «Help the Children СКД». Из Бишкека в Ож детям привезли подарки, альбомы и краски, пеналы и фломастеры. Чтобы не просто порадовать яркие рисунки, арт-терапия необходима для психологической разгрузки больных раком детей. Необходимо для пациентов онкогематологии и другие элементарные вещи – средства личной гигиены, чистящие и моющие. А для самых маленьких – памперсы, которые в наше время стоят немалых денег. Их передали каждой семье, а также и немного вкусных сюрпризов, печенья и других. Но самое главное – передали больнице сертификат на 50 тысяч сомов на бесплатное получение препаратов крови и ее компонентов для детей с онкологическим диагнозом. Для многих это означает спасенную жизнь. Эта организация очень нам помогает. Они перевели нам препаратов крови на 220 тысяч, также привезли подарки на 85 тысяч сомов и снова включая препараты крови. Это необходимо для наших детей. До конца года с помощью благотворительного фонда Help the Children СКД мы планируем сделать и ремонт в отделении. Они обещали нам помочь с мебелью. Помощь детскому онкологическому отделению благотворительный фонд Help the Children СКД оказывает уже 6 лет. На этот раз планируют также оснастить палаты медицинской мебелью. ВОЖ помощь привезли супруга военного АТАШ России в Кыргызстане Оксана Довбня и президент благотворительного фонда Елена Конева, для которой поддержка мам и детей со страшным диагнозом онкология – очень личное дело. Когда-то и ее семье пришлось столкнуться с такой же бедой. Поддержка важна любая. Что касается, допустим, крови, после проведения химиотерапии показатели крови у детей падают. И чтобы ребенка восстановить и подготовить к следующей химии, нужно прокапать обязательно препараты крови. И если вовремя им не прокапать кровь донорскую, то может быть вплоть до летального исхода. За год мы сюда перечислили 220 тысяч сомов на препараты крови. То есть это важно, это нужно. Ну и, конечно, подарки, потому что у детей, когда боль отступает, они чувствуют себя хорошо, они не знают своего диагноза. И они радуются подарком, радуются праздником. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню детей. Эта дата провозглашена Генеральной ассамблеей ООН в 1954 году. Организации по всему миру проводят в этот день благотворительные мероприятия. Помощь в проведении акции на этот раз оказало и Генеральное консульство Российской Федерации в АШЕ. Всего в онкологическом отделении ООЖской детской межобластной больницы 25 мест. И все они постоянно заняты. Часто их даже не хватает для всех нуждающихся. За год тут проходит лечение порядка 600 детей. Алена Смирнова, Уларка Иназаров, ЛТР, ООЖ.